Андрей Михайлович, с победой. Ваш комментарий по сегодняшней игре. Спасибо за поздравление. Провели совершенно разные два тайма. Если в первом тайме игра давалась, полностью была под контролем, создавали множество моментов. Может, где-то лишний пас искали или чуть-чуть поздно отдавали передачу под удар. В принципе, могли в первом тайме закрыть уже вопросы победителя, но не реализовали множество моментов. Второй тайм, не знаю, что произошло, но полностью провалили. Было очень много брака в середине, ненужных передач неоправданных. Поэтому очень нервная вышла концовка. Да и весь второй тайм в целом. В первом тайме оказалось, что команда играла через левый фланг, через капитана Александра Савицкого. Это была ваша установка или это просто так складывалась игра? Ну, просто на нашем левом фланге нащупали слабинку соперника и старались давить на нее. Во втором тайме тоже просили действовать больше через левый фланг. Но, говорю, во втором тайме не получилось не только это, но и многое другое. Удивил ли чем-то соперник в сегодняшнем матче? Как его разбирали и как готовились в принципе? Ну, в принципе, чего-то сверхъестественного не было. Знали, что команда неплохая. Сейчас последние игры на ходу. Были готовы, что много игр в середине, техничные ребята. Поэтому, я говорю, по первому тайму вопросов как бы и не возникало. Во втором тайме просто наша уже ошибка в том, что мы отдали инициативу полностью. После разгромного поражения от Борисовского ПТ в гостях, насколько большая была работа над ошибками? И что вносили вообще в неотопечном процессе при подготовке к матчу с местным Динамо? Ну, ошибки, конечно, разобрали. Ошибки были там нелепые. В принципе, неплохая игра была. Единственное, за исключением 10-минутного отрезка, когда пропустили три гола. Но здесь было важно психологическое состояние, как команда отреагирует на болезненное поражение. Первый тайм показал, что, в принципе, нормально с психологией и все. Спасибо. Саша, с победой и твой комментарий по сегодняшней игре? Спасибо. Сегодня у нас игра была тяжелая. Было много моментов в первом тайме. Конечно, второе вышло и было у нас похуже. На 80-минуте получили удаление. Было тяжело играть, но справились, одержали победу. Зашли до конца. Было заметно, что команда старалась играть через твой фланг. В первом тайме это была какая-то тренерская установка или лишняя? Нет, в первом тайме не было какой-то тренерской установки. Посмотрели по второму в перерыве, когда заметили, что в первом тайме все проходило. Там защитник уже еле стоял. Но мы соединение забили, забили только два. Во втором было тяжело. Игра была равная. Даже где-то соперник получал больше пространства. А после удаления мы сели в оборону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!